Девочки, всем привет! У меня 36 неделя пошла беременность. В общем, потихонечку я решила собирать свои пакеты в роддом. Значит, что хочу сказать. Ну, первое по поводу пакетов, если мало ли кто еще не знает, хотя мне кажется, что уже наверняка все в курсе, да, пакеты должны быть моющимися, да, никаких спортивных сумок не должно быть. Первое, с чего хочу начать, это с непосредственно документов. Вот они у меня здесь лежат, готовятся еще пока что. Значит, здесь и оригиналы, и ксерокопии. Оригиналы, паспорт, НИЛС, страховое, родовой сертификат, естественно, обменная карта, все УЗИ обязательно. Также у меня будут платные роды, поэтому у меня еще есть контракт с роддомом. Но обязательно, как я уже сказала, ксерокопии всех ваших документов, да. Значит, дальше, что у меня лежит по списку. Первое, значит, ну, приезжаем в роддом, нужно снять обувь, нужно раздеться, да, и во что-то, собственно говоря, сложить свои вещи и отдать их своим родственникам, мужу. Вот у меня приготовлено здесь два пакета для удобства сопровождающих, да, ну и для меня, конечно. Дальше. Вот я переобуваюсь, да, во что? Вот такие у меня тапочки, они моющиеся. Собственно, я не ходила в спортзале раньше в душ, поэтому не стала я покупать никаких новых. Обработала, промыла, собственно, вот они готовы. Дальше. Вот в таком пакете, кстати говоря, вот будет у меня в моих видео часто встречаться такие пакетики. Пакеты из Икеи. Мне они удобные, показались. В этом пакете что лежит? Лежит пара носок, лежит халат и лежит сорочка. Я вообще хочу сразу сказать, что я планирую в роддом зале использовать казенную сорочку. Ну, тем не менее, подготовила уже, да, нагладила и сложила все. В общем-то, наверное, потом отложу. Значит, с этой стороны у меня сорочка, а с этой стороны у меня халат. Ну, такой веселенький. Такие вот сердечки позитивные. Дальше. Зарядное устройство, естественно, телефон будет. Да, телефоном я снимаю, поэтому его не могу показать. Дальше поехали, что интересного. Это у меня компрессионные чулки. Компрессионные чулки для меня обязательны. У меня варикоз, вот у меня вторая степень компрессии. Это для меня ключевой момент такой, обязателен. Значит, дальше водичка. Две бутылочки я беру в родзал. Обязательно со спортивной крышечкой. Так удобней, да, вот с этой сосочкой. На одной из бутылочек, как вы видите, у меня находится резиночка для волос. Мягкая. Также я планирую еще одну резинку взять уже в послеродовую палату. Ну, вот пока едет одна в этом, по крайней мере, пакетике. Самая простая, самый простой бритвенный станок. Не стала с этим вообще заморачиваться. Дальше гигиеническая помада. Я решила, что мне она поможет. Посмотрим, возит ли мне до нее. Ну, по крайней мере, слышала, что губки часто сохнут. Да, и, в общем-то, в ней необходимость есть. Дальше. Сухие салфетки пачка одна. Накладки на унитаз, поскольку будут ставить клизму. В общем-то, я за гигиену, поэтому вот беру с собой такие покрытия на сиденье. Кстати, их можно потом сразу смывать, что тоже мне показалось очень удобным. И влажная туалетная бумага. Небольшую такую упаковочку я взяла в этот пакетик со мной поедет. Дальше. Значит, в этом пакете у меня двое трусиков одноразовых. Две пеленочки 90 на 60. И две прокладки урологические. Вот стоят, кстати, упаковки. Я их уже, ну, понятно, раскрыла. Да, и начинаю сортировать. Куда, что, сколько я вот собираюсь в какие пакеты класть. Ну, вот, по крайней мере, так мне показалось, будет самое оптимальное количество. Насчет трусиков. Значит, вот эти у меня чика. Просто у меня будут в другом пакете, послеродовом, уже немножко другие. Я потом покажу обязательно. Чика у меня не сохранилась. Коробочка. Сорри. Значит, что я взяла? Взяла я Марию традиционное печенье. Самое обыкновенное. Не знаю, во сколько, да, что начнется, как долго продлиться. И, в общем-то, я думаю, что может понадобиться. Если, конечно, не в родовом зале, то точно после. Ну, в общем, я еще пока не знаю, не определилась. Возможно, я просто переложу в следующую сумочку, в следующий свой пакет. Обязательно сниму видео, да, что я там уже планирую брать. Так. Значит, в родовой зал у нас разрешается взять, мне уже, акушерка сказала, взять один подгузник. Вот я его, собственно, приготовила. Дальше я уже нагладила одежечку для малыша. Значит, здесь у меня штанишки с широкой резиночкой, с ножками. Здесь у меня распашонка. Она в виде такого как бы кимоно получается, что тоже мне показалось очень удачно. Вот закрытые тоже тут ручки будут. Ну, одна застежка, и там еще внутри еще одна застежка. Так, дальше. Значит, что касается носочков. Ну, несмотря на то, что, да, ножки здесь закрыты, тем не менее, на всякий случай, не знаю, беру вот такую пару. Это совсем теплые. Это он свекровь вязал. Не знаю, может быть, пригодятся, может, вообще не пригодятся. Тем не менее. Опять же, здесь закрытые ручки. Тем не менее, на всякий случай взяла парочку таких веселых, прикольных. Царапок, да, вот антицарапок. Так, насчет чепчиков. Значит, тоже их тут две штучки. Почему? Вот, во-первых, вот этот чепчик, он поменьше, да. Вот этот чепчик, он побольше. Не знаю, какой нам подойдет. Поэтому решила взять два. Вот. И еще, что я хотела показать, то, что я подготовила на всякий случай, по пути в свой роддом, мало ли что, это вот такой вот пакетик. Значит, в нем также одноразовые трусики, прокладка. И здесь у меня также одноразовая пеленочка впитывающая, но не 60 на 90, а здесь 60 на 60. Фирма 365 покупали в ленте. Ну, вот решила на всякий случай такой пакетик с собой дежурный захватить. Вот, пожалуй, собственно, и все для первого пакета. После родовый пакет сниму чуть попозже, да, соберу его и обязательно с вами поделюсь. Всем пока! Я надеюсь, было интересно, познавательно. Подписывайтесь, заходите. Рада буду знакомству! Редактор субтитров А.Семкин